Лукашенко передумал помогать Путину и не будет принимать участие в вероятном наступлении России со стороны севера на Киев. Как вы считаете, то, как сейчас ведет себя Лукашенко, то, как он готовится к санкционному давлению, говорит ли это о том, что Лукашенко включил заднюю? Я думаю, что Лукашенко и переднюю никогда не включал, если речь идет о том, о участии белорусской армии, непосредственном участии белорусской армии в войне против Украины. Дело в том, что это категорически невыгодно Лукашенко, участие в этой войне, тем более, если еще в начале войны, в начале 24 февраля, условно, еще у него какие-то иллюзии могли быть, что сейчас быстро с Украиной расправится и все на этом закончится, то сейчас он понимает прекрасно, что если белорусская армия вяжется в эту войну, это будет все очень долго и кроваво, и ничем хорошим не закончится. Это раз. Второе, настроение белорусского общества, оно категорически против этой войны, белорусская армия категорически против этой войны, даже сторонники Лукашенко, ну или те люди, которые лояльны относились к его режиму, они тоже против этой войны. Я общаюсь с белорусской эмиграцией, они объясняют, что Лукашенко продавал себя местному, как в России говорят, ватному населению, что вот мы применим стабильность, нет войны, как в Украине. Вот посмотрите, в Украине все время перевороты, война туда-сюда, а у нас тихо все в нашем колхозе, значит, каждый день одно и то же, из года в год. Все тихо, если никто не погибает, никого не убивает. Если Беларусь в эту войну ввяжется, весь этот миф о белорусской стабильности, который благодаря Лукашенко обрушится моментально, то есть реально белорусские эмигранты говорят, и аналитики белорусские говорят, что воевать за Лукашенко готовы только его головорезы, собственно. Это несколько тысяч человек, ну тысяч пять максимум. Но они, эти головорезы, нужны ему самому. Зачем ему? Он не хочет их расходовать на полях сражений. Кто будет поддерживать его трон? А основная часть армии, например, солдаты-срочники, это такие же белорусы, многие из которых участвовали в протестах, когда был пик протестов, или там братья-сёстры участвовали. Они совершенно не мотивированы давать жизни, кровь за Лукашенко. Поэтому практически невероятная история, чтобы Лукашенко в эту войну непосредственно напрямую ввязался. Но другие формы помощи Путина он оказывал и будет продолжать оказывать. И здесь никаких сомнений нет, потому что он от Путина крайне зависит. Действия в помощи Путину, как на них будет реагировать белорусский народ? То есть долго ли он сможет вот это всё терпеть со своей стороны, по сути? Не будет ли каких-либо там действий, которые повлекут за собой дальнейших? Значит, белорусский народ, естественно, уже продемонстрировал в последние годы, что Лукашенко терпеть не хочет. Но Лукашенко, опираясь на деньги и штыки Кремля, по большому счёту, он всё-таки продолжает сохранять власть. То есть тысячи белорусов сидят в тюрьмах, остальные за множество, сотни, я не знаю, сотни или десятки тысяч эмигрировали, а остальные просто элементарно находятся под жутким совершенно давлением, под жутким стрессовым прессом, который государство, значит, прессует. И поэтому здесь ждать ничего нельзя, потому что никто в такой ситуации не знает, ну, невозможно выходить на улицу и то же самое, как говорить, а почему российские, там, советские люди не протестовали против Сталина, да? Ну, смешно же. Понятно, что любой, кто вякнет и пикнет даже против, будет тут же уничтожен. Поэтому, а вот, кстати, одна из причин, почему Лукашенко побоится ввязаться в войну, потому что вот если бы белорусская армия была послана в Украину, ещё не факт, что она не повернула бы оружие против него самого. Поэтому это было бы как раз вот такой для него режим серьёзного испытания. А пока такая ситуация подвешенная, ничего, никаких особых протестов или каких-то катаклизмов в Беларуси, конечно, ожидать не следует. До того момента, когда путинский режим проиграет эту войну и он начнёт обрушиваться, да? Это, думаю, процесс будет не единомоментный, процесс обрушения этого режима. Но, тем не менее, естественно, что тут же поднимет и оппозиция голову Беларуси. А Путин готов вообще терпеть вот эти, уже год, по сути, он их терпит, вот эти метания Лукашенко, его неуверенность, скажем так. Вот как донолго вообще у Лукашенко сохраняется такой люфт? Вот если это будет даже... А что Путин может сделать? Что Путин может сделать? Путин может, да, он теоретически может попробовать там устроить переворот с помощью своих войск. Если он это сделает, получит второй фронт. Это, кстати, крайне невыгодно было бы Путину, если бы он пошёл на этот шаг, то просто бы это очередная авантюра была, которая бы ударила по нему. А Украине, наоборот, бы скорее помогла. Потому что он получит второй фронт уже не только в Украине, но и в Беларуси. Я думаю, что так просто устроить там переворот и создать какой-то оккупационный режим невозможно. Даже те части той же армии, которые сейчас лояльны Лукашенко, вынуждены лояльны, они в этой ситуации могут выйти из-под контроля, как я сказал, и могут начаться просто элементарное столкновение российской армии с белорусами и с белорусскими, в том числе, вооружёнными силами. Потому что одно дело терпеть гнёт собственного диктатора, а другое дело терпеть гнёт оккупантов. Это гораздо более серьёзный вызов. В случае проигрыша Путина что ждёт Лукашенко? Я думаю, что в случае проигрыша или не в случае, а когда Путин неизбежно проиграет, значит, белорусы опять поднимутся. И в этот раз уже силовые структуры не будут пытаться Лукашенко поддерживать. Потому что они все люди абсолютно продажные, Лукашенко им платят фактически российскими деньгами. И они поймут, что если в случае, если, значит, Путина уже нет, то у Лукашенко нет поддержки, у Лукашенко нет уже той казны, от которой он мог пошлять своим карателям. Я думаю, что его каратели уже тоже, по большей части, выйдут из понавиновения, и Лукашенко просто элементарно свергнут. Свергнут без каких-либо последствий для здоровья Лукашенко, назовём это так? Или всё-таки... Или убьют, или будут судить. Потому что, конечно, Лукашенко – это преступник откровенно, убийца. И, естественно, что он не избежит возмездия. Если только вдруг неожиданно не умрёт. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!